Из сочинений, у кого школьники дети, я знаю, я это не очень знаю, ну когда они поступают, вот вместо абитуриентов, что они, какой документ-то там составляют? ЕГЭ. Вот ЕГЭ, вот, вот это отрывок из ЕГЭ, это не наш комар, да совсем, у нас такого не мог быть, потому что нас не играть, а это с календарем вышло, так что тут нельзя. Я кусочек просыпаю оттуда, и если надолез, сразу мне скажите, это сочинение получено четвертое за него. Когда родился Владимир Ильич Ленин, никто не знал, что он будет предводителем коммунистов, о котором помнят и в наши дни. Это был великий человек. Ленин учился в школе. Иногда к нему приставали парни. Кончалась эта разборка на школьном дворе. Ленин не любил драться, но приходилось защищаться или защищать своих друзей. Кроме школы Владимир Ильич ходил работать, так как в те времена нужны были деньги, чтобы хоть как-то прокормить. В магазине были почти пусты. Хлебопродукты давали по тарточкам. И Владимир Ильич жил не так богатый гражданин, а так и все люди, которые его окружали. Он бегал и раздавал листочки. С одной пачкой кольцовет, подбегал к машинам и продавал эти газеты. Не знаю, как Владимир Ильич стал неедиром. Наверное, он как-то проявил себя перед людьми. Когда он зашел на трон, в кавычках, то начал вести всех людей в будущее коммунистов. Владимир Ильич 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 старался сделать так, чтобы на прилавках было побольше еды и чтобы было поменьше безработицы. Это ему, конечно, удалось, но ненадолго. Массивы в древнях не всегда давали хорошие урожаи. Иногда урожаи просто гиб. Ильич 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 очень любил детей. На порядок он пролил ребенка и нес его на руках. Люди не возражают, что их не у ребенка бегло в предводе. Когда началась Великая Альцентрская революция, в стране началась паника. Владимир Ильич не мог удержать людей. Приходилось успокаивать их силы. И от парней, старше 16 лет, отправляли на войну. Некоторые люди боялись и прятали. Через некоторое время их находили и приговаривали к раздреву. И при революции в стране началась голодовка. Нет, практически не привозили. Воды нигде не было. Да если привозили, то давали кусок хлеба. До половины кружки с водой. Некоторые даже не могли дойти до машины с едой, так как охваченные голодом лежали на полу, и он зачеркнулся. И погибали. Владимир Ильичу Ленину было тяжело смотреть на все происходящее. Он не мог давать людям больше любви, лишь потому, что немцы подходили все ближе и ближе. Они сжигали посевы, силы отнимали продовольствие у стариков и женщин. Потом немцы расстреливали народ в древней и сжигали. Ленин понимал, что немцы приближаются к Москве. Он посылал на войну все больше и больше людей, а сам сидел в охраняемом месте и ждал на стиле. Пород в стране взбуталовался и начал громить в город. Ленин приказал солдатам успокоить людей. Солдаты не сжигали детей, не женщин. Когда все немного затихло, Владимир Ильич захотел узнать о новостях Москвы и Подмосковья. Он жил на своей машине вместе с охраной. Но он недолго ездил. Ему устроили засаду революционеры. Тогда-то Ленина поймали и посадили за решетку. За решеткой Ленин читал книги и присвечал. На полях книги он писал молоком на бане. Но революционеры узнали о его планах и отобрали книги. После нескольких дней советские войска дошли до того места, где находился Владимир Ильич Ильич. Аня кружили революционеров и взяли их. Ленин был свободен. Последний раз Ленин направил все свои войска на немецкую армию. В этом бою советская армия окончательно разбила Владимир Ильич Ильич. После этой победы в стране началась перестройка. Теперь месяц был не враг народа, а друг. Стали привозить пищу. Открыли новые заводы. Стали появляться новые постройки. А однажды вечером, как обычно он это делает, Ленин хотел съесть в свою машину, а потом поехали домой. Только Владимир Ильич открыл дверь машины, а вдруг раздался выстрел. Пуля настигла Владимира Ильича Ленина и попала в сонную артерию. Ленин умер. На месте выстрела оказалась только старушка, которая в душе ничего не видела. И его позволь не расстрелялся. После смерти Ленина поставили память на себе, посвященную ему. Самого Владимира Ильича Ленина похоронили на Красной площади в мавзолее. Где он лежит и сейчас? Ленин тщательно поменял. Пускай в мавзолей, чтобы посмотреть на него. Сейчас Ленин почти не состоит из протезов. Если у него падает свет, то кажется, что он светится изнутри. Ну, наверное, единственное, что ты сам, наверное, видишь. Надеюсь, что в будущем его похоронят как человека.